Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. За несколько месяцев на проекте Саша Шева успела заслужить репутацию самой развратной участницы за всю историю Дома-2. Она с легкостью вступает в интимные отношения и даже не делает перерыва между мужчинами. За тотальный разврат зрители требуют лишить ее родительских прав. Тем более, что сейчас воспитанием дочери занимается не Саша, а ее мать. Саша Черно строит планы на будущее. Она думает над двумя направлениями. Она хочет развиваться в медийной сфере, но понимает, что каких-то грандиозных талантов у нее нет. Даша Черно мечтает, что станет успешной бизнес-вумен. Здесь у нее больше шансов добиться успеха. Как вы помните, недавно к Ольге Рапунцель пришел новенький участник Кирилл Щетинин. Ольга дала ему зеленый свет. Они нашли взаимопонимание. У них много общих тем для разговоров. Парень готов принять ребенка Ольги. Он выделяет и других девушек на поляне, но на данный момент Рапунцель ему интересно больше всех. Внимательные зрители в очередной раз обвинили Элибердж Кпадону в пьянстве. Хотя, может быть, на внешности ведущей так сказывается акклиматизация. Алексей Купин и Майя Донцова публикуют фото с недавней прогулки на яхте. «Это был незабываемый день», – пишут они. «Все было очень классно». Маша Кахно и Дима Дмитренко перестали скрывать свои чувства. «Ты моё счастье», – подписала Кахно этот снимок. В новостях и в журнале «Дома-2» рассказали о том, что семья Трегубенко находится на грани развода. Якобы у Элы есть новый парень, с которым она ведет интимную переписку. Подруга Элы Сухановой рассказала, что причиной расставания стали финансовые проблемы. Игорь работал простым менеджером с зарплатой в 25 тысяч. Такое положение отдел не нравилось ни Элли, ни её матери. Элла прокомментировала эти публикации. Она пишет, что это всё выдумки и не стоит читать статейки в жёлтеньких изданиях. Бывший участник «Дома-2» Олег Бурханов познакомил Алису Огородову со своей мамой. «Мои любимые две дамы», – пишет он. Поклонники Вики Романец отмечают, как сильно она подурнела за время жизни с Антоном Гусевым. На стоп-кадрах с очередного прямого эфира отчётливо видны мешки под глазами Вики и отёчность её лица в целом. Хотя виной всему этому может быть и любовь девушки к косметическим процедурам. Но многие винят во всём Антона, который тянет супругу на дно. Бывшая участница проекта Олеся Клочко попала в аварию. «Всё произошло на светофоре», – пишет она. «Я лоб в лоб столкнулась с таксистом. На ремонт машины я отдала более полмиллиона рублей». Кстати, Олеся хочет вернуться на проект и интересуется мнением подписчиков на этот счёт. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.